Билал Мухаммад после тренировки с Хабибом заявил, что отправится в Дагестан для подготовки к своему следующему бою. Джон Джонс рассказал о значимости боя со Стипи. Мираб Двалишвили заявил, что если бы он проиграл Пётр Ян, он бы покончил с собой. А также Мираб рассказал, в каком случае он согласится на бой против Стерлинга. Обо всем этом сегодня в выпуске. Не забывайте подписаться, а мы начинаем. После успешной подготовки с Хабибом в предыдущем тренировочном лагере, Билал Мухаммад заявил, что планирует готовиться к своему следующему поединку в Дагестане. Я уже разговаривал касаемо этого с Хабибом. Сейчас у нас имеется несколько соперников на примете. И я, конечно же, спрашивал его мнение. Как только мне назначат бой, я поеду в Дагестан. А что касаемо боя за титул чемпиона, то на самом деле никто не заслуживает титульный бой больше, чем я. Но сейчас меня интересует противостояние с Колби Ковингтоном, и я хочу его избить, сказал Мухаммад. Дейна сообщил, что он не заинтересован в поединке между Джонсом и Нгану. Я больше не заинтересован в этом поединке. Я пытался организовать этот бой два года, но Фрэнсис и Нгану не хотел драться. Он ушел от нас, даже не заключив другую сделку. Тем более я знаю, каков мир бокса, так что это безумие. Но Фрэнсис и Нгану не хотел этого делать. Честно сказать, я два года пытался провести этот бой. И вот что я скажу вам. Я полагаю, так думают многие люди. Я думаю, что если бы Джонс дрался против Фрэнсиса, он сделал бы с ним то же самое, что и с Ганом. У Фрэнсиса и Нгана была пятираундовая битва. И если бы Ган не пытался делать болевой, вероятнее всего он бы победил, сказал Дейна. Ну а сам же Джонс поделился мыслями о предстоящей схватке со Степи. В моей жизни никогда не было более значимого поединка, чем бой со Степи. Его считают величайшим тяжеловесом в истории. Мне кажется, что у меня никогда не было более выдающегося соперника. Всех моих прошлых соперников не считали величайшими. Так что сейчас у нас противостояние лучше против лучшего. И эта встреча имеет огромное значение для меня, сказал Джонс. Друзья, как вы думаете, кто победит в таком бою, Степи или Джонс? Пишите свое мнение и прогнозы в комментарии. Роман Долидзе высказался о противостоянии Петра Яна и Мираба. Я был рад за Мираба. Я предполагал, что он победит и обрадовался. В этом бою он показал, на что он способен. Самое главное, что всю дистанцию он отработал в своем стиле и манере. А в исполнении Петра Яна лично я ничего не увидел, никакого плана на бой. Но тяжело драться с такими соперниками, как Мираба. Он постоянно давит и старается делать одно и то же. Но когда все это раз за разом получается, это тяжело для соперника, сказал Долидзе. Генри Сихуда заявил, что он недоволен боем Петра Яна. Я думаю, что Петра Яну нужно разобраться в себе после такого поражения от Мираба. 49 попыток провести тейкдаун означает 49 упущенных шансов провести апперкоты, удары коленями, да и вообще что угодно. Но вместо этого он поднимает руку вверх и признает поражение. Но куда делся тот убийца, сказал Генри Сихуда. Ну а сам же Мираб Двалишвили высказался после своей победы следующим образом. Я готов принять поражение от кого угодно, но только не от него. Если бы я проиграл Петру Яну, я бы совершил самоубийство. Он отличный боец, но он самоуверенный. Мне нравятся бойцы, потому что, как правило, они скромные и добрые люди, но не этот парень. Я думаю, что это поражение заставит его больше уважать своих соперников, сказал Мираб Двалишвили. Ну а после победы над Петр Яном, Мираб Двалишвили занял первую строчку рейтинга. В свою же очередь Петр Ян опустился на четвертое место. Ну а после заявления Дэна и касаемо того, что Мираб отказывается выходить на бой против Стерлинга, сам же Мираб рассказал, на каких условиях он согласится на бой со Стерлингом. Если они хотят, чтобы я дрался против Алджема на Стерлинга, им придется заплатить мне 10 миллиардов долларов, сказал Мираб Двалишвили. Друзья, как все же вы думаете, смогут ли UFC организовать противостояние Стерлинга и Мираба? Или может быть в конечном итоге кто-то из них сменит весовую категорию? Пишите свое мнение в комментарии, буду ждать вас там.